Привет! На канале встречи на улицах Москвы, цикле передач будущей Москвы, я скажу несколько слов о будущем Измайлово. Вообще Измайлово находится на востоке Москвы и простирается оно от окружной железной дороги, которая сейчас называется МЦК, а также северо-восточной хорды, которая проходит рядом параллельно железной дороге и метро Партизанское. И проходит оно до Кольцевой дороги, прямо вот до окраины Москвы, до МКАДа. Ну а наверху оно, Измайлово, заканчивается на Щелковском шоссе, внизу же оно заканчивается на шоссе энтузиазмом, то есть между двумя шоссе, Кольцевой дорогой и окружной железной дорогой. Вот этот вот такой большой район, это и есть Измайлово. Ну на самом деле Измайлово, оно состоит из трех районов, собственно говоря, Измайлово, северного Измайлова и восточного Измайлова. Причем северное Измайлова находится между Щелковским шоссе и Сиреневым бульваром, ну а собственно Измайлово и северное Измайлово, и восточное Измайлова оно находится вот между Сиреневым бульваром и шоссе энтузиазмом. То есть, как бы, чуть-чуть поменьше кусочек занимает Северный Измайлово, ну, а такой побольше кусочек занимает, собственно говоря, Измайлово. Ну, там, в основном, Измайловский лесопарк, поэтому такой довольно большой кусок. Есть еще, правда, Южный Измайлово, но Южный Измайлово, оно находится прямо совсем на окраине Москвы, такой небольшой кусочек занимает между Польцевой дорогой и Шоссе Энтузиастово. Но Южный Измайлово, оно относится к району Иваново, о будущем которого я уже говорил в одной из передач. Так что уже повторяться не будет. Ну, собственно, там, будущее такое, что там пятиэтажек нет вообще, и там, в принципе, никакой реновации не ожидается, поэтому, в принципе, там район он сохранен. В принципе, как есть, ну, я думаю, на довольно большой перспективе. Теперь, что касается, собственно говоря, Измайлово. Значит, в Измайлове здесь нет совсем промзон, район, который утилизуется тем, что в нем отсутствуют промзоны, хотя раньше промышленность в Измайлово была, ну, одна только измайловского фактора, что стоит, ну, сейчас уже, ну, хотя промзон, как таковых, может быть, и не было, но промышленность была. Но сейчас уже довольно долгое время промышленность, как таковы, практически нету. То есть, это такие вот районы, жилые кварталы. И важно еще то, что здесь очень большой территорией занимает Измайловский лесопарк. Он как бы, там есть такая небольшая территория, которая называется Измайловский парк, парк культуры и отдыха. Раньше так станция метро называлась, Измайловский парк, сейчас партизанское именование в 2000-х годах. Ну, а это, собственно говоря, такая парковая непосредственная зона, там, с фонтанами, там, детскими площадками игровыми, там, какие-то, парковыми атрибутами, с дорожками и так далее. Ну, а на самом деле, это она прямо примыкает к северо-восточной порке, к железной дороге и дальше вот прям к метро партизанское. Ну, а дальше в огромной территории занимает, собственно говоря, Измайловский лесопарк, ну, который больше похож на лес. Вот, такой, действительно, настоящий лесные просторы большие, вот, между шоссе-энтузиастов и жилыми кварталами Измайловского, дальше мы вернемся к Измайловскому проспекту, мы подбираемся, и дальше, дальше там уже идут жилые кварталы. Вот. Ну, естественно, что, слава богу, вроде как, Измайловский парк на своем месте останется, и лесопарк, и там, вроде как, пока никаких пополновений к его застройке нету, будем надеяться, что этот огромный лесной массив, один из крупнейших в Москве, вот, которых все меньше и меньше становится, он все-таки сохранится. Ну, а что касается, собственно, жилых кварталов Измайловского, что будет там? А там будет массовая реновация. Дело в том, что в Измайлове очень много пятиэтажек. Собственно говоря, они составляют основу вообще Измайловского. Особенно их много, вот, ближе к центру города, да, ближе к целой дороге. Ну, в принципе, и даже и, в общем-то, и там, на 13-й, там, 15-й, 16-й парковых вольт тоже там они встречаются. Хотя и Париж. Ну, в общем, пятиэтажек здесь действительно довольно-таки много. И, фактически, все пятиэтажки будут с них ездить. Вот. И всего по реновации в Измайлове будет с них около 200 домов. Около 200. То есть это очень много домов. И если вот вы посмотрите на карту реновации, который район Измайлов, да, то там прям все вот в красных точках. Прям вот эти красные, 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 везде почти по тем улицам. Вот. А эти основные там, в Измайлове ходят все 16 парковых улиц, да, все Первомайские улицы, ну, собственно, Первомайская, и также Верхняя, Нижняя, Средняя Первомайская, также Никитинская улица, и также Сиренево-Измайловский бульвары. И вот, если мы увидим, то там просто вот огромный каюч. Почти все вот в красных точках. Вот. Особенно вот очень много жилых домов будет снесено на Сиреневом бульваре, также на Никитинской улице, ну, и на парковых тоже довольно много. Особенно много вот прям все прям утыкну красными точками, вот между Сиреневым бульваром и Щелков-Тюкшесе, вот этот вот район Северного Измайлово, да, и как раз вот там вот все прям вообще очень сильно утыкнуло. Ну, и в других местах там чуть-чуть поменьше интенсивность, да, сноса, так сказать, обуха под снос, но все-таки она тоже довольно-таки большая. Так что, на самом деле, сносить будет довольно-таки много. Ну, и сейчас, и, кстати, этот процесс снос, он уже в Измайлове начался, то есть, в отличие от многих других районов Москвы, где еще только-только пока еще планируется дома построить, здесь уже, так сказать, реновация она началась, и уже даже несколько давно по реновации построили. Ну, это вот на Щелковском шоссе, вот мы не так давно построили дом по 5-й парковой улице, 62Б, тоже вот новый дом, 15-й этажный, по-моему, вот тоже по реновации. Ну, в общем, так сказать, уже даже некоторые дома и построили. И сейчас, вот, значит, на Измайлове находятся несколько площадок по постройке новых домов по программе «Реновация». Вот, причем там уже стройки идут или еще только начинаются, значит, две стройки находятся довольно большие на улице. Причем, что важно отметить, что в Измайлове практически не будет строить. То есть, тут очень плотная застройка. Вот эти улицы, там Первомайская, там Парковая, там вот один дом на другом буквально. То есть, там есть, конечно, дворы, есть какие-то, конечно, проезды между, ну, три квартали, это понятно. Но в целом, очень плотная застройка. Буквально вот один дом на другом. И тут выкроить место, где бы туда вписанных домах, да, вот, подвиноваться, очень сложно. Поэтому здесь иногда просто вот идут на то, что просто сносят какие-то хотя бы несколько домов, какие-то же, да, вот, которые хотят снести, и уже на их месте потом строят многоэтажные дома. Ну, там, в частности, походили на улице Константина Федина. Вот. И там сейчас вот две такие довольно большие стройки по реновации. Одна в начале улицы, другая в конце. Одна на перещение с 11-й парковой улицей, ну, а другая вот находится туда ближе к концу улицы. Там идут сейчас несколько домов, по-моему, трех, не то четырех домов по программе реновации. Ну, вот уже идет. Также идет стройка. Три дома строятся между 15-й и 16-й парковыми улицами. Еще строятся жилые дома по 13-й и 15-й парковым улицам. Там, недалеко от перещения с Измайловским бульваром. Также строятся дома по Щелковскому шоссе. Там дом 74, владение 74. Там тоже было строительство жилого дома по реновации. Вот. Ну, вот, наверное, такие площадки основные. Сейчас идет строительство. Да, еще, значит, идет строительство по 16-й парковой улице. Там, значит, ну, сейчас пока оно не идет, оно будет, то есть, самая выделена уже площадка. Это бывший детский сад санаторного детского дома номер 48. Это 16-й парковой улица, дом 12. Вот этот дом снесут, он уже заброшен, где-то, типа, детского сада, дошкольного отделения. Вот этот санаторный детский дом, оно сейчас заброшено. Вот его снесут, и там построят жилой дом. Там тоже все очень плодная достройка, но вот негде воткнуть, и вот хотят снести, и, соответственно, там построят жилой дом. Вот это вот. Ну, наверное, такие основные площадки. Да, и, значит, опять же, хотят снести большой массив гаражей. По-моему, даже уже приступили к сносу. Значит, эти гаражи, они находятся между... Ну, в общем, на 11-й парковой улице они находятся. Вот между 11-й парковой улице и Сиреневым бульваром. Вот там довольно большой массив гаражей. Кто себе знает, там много-много-много, прям огромное количество. Там такой прям квартал, можно сказать, гаражей. Их очень много, много литров. И вот сейчас просто, ну, фактически, в императивном порядке приказали все это хвести. Ну, какую-то компенсацию даже выплатили владельцам. Не выплатят. И все. И сейчас будут сосить, потому что еще раз только знал, и очень мало места для построек. Там буквально негде даже воткнуть. Даже точечно, очень трудно для этого. И вот уже пытаются решить эту проблему, ну, хотя бы путем сноса гаражей. То есть уже там вот. Ну, вот такие вот такие основные площадки. Сейчас идут по реновации. Пока больше воткнуть особенно не могут. Вот. И, так сказать, еще хочу сказать о Черкизовском поле. Значит, такая очень большая, такой, конечно, лакомый кусок. Это вот бывшая территория Черкизовского рынка. Как раз вот около метро Партизанская. Там, где находятся Неваруевский Кремль, Бернисаж. И вот там сейчас, ну, вот уже территория эта практически превратилась в пустырь после закрытия Черкизовского рынка в конце 2000-х годов. И там сейчас уже вот разворачивается фактически очень такое большое строительство живых домов, в том числе и по программе реновации. Оно уже началось. Сейчас там вот идет застройка части вот этого Черкизовского рынка. Ну, это только часть. А, соответственно, скорее всего, все это переметнется на всю бывшую территорию Черкизовского рынка. Вплоть до северо-восточных органов. И метро Партизанские. Даже, в общем, есть угроза сноса Измаловского вернисажа. Вот. Но Измаловский Кремль, я не знаю, может, это что-то, что-то, не будет. Хотя, конечно, тоже, как знать, да? Ничего нельзя исключать. Но вот вернисаж, его вполне могут снести. И сейчас там идет вот сбор подписей против застройки вернисажа. Ну, предполагаемые, да? Угроза нависла. И там прямо подбирают подписи, плакаты такие вот есть. Если вы идете на вернисаж партизанский, то это можете видеть. В общем, тоже есть такая угроза застройки. Ну, и вообще, в принципе, вот вокруг метро Партизанской там тоже многие объекты под угрозой застройки. В том числе, вот, стадионы Вимпел, стадион Ракета, в том числе, угроза нависла надецким карстинговым клубом. Дискадром называется. Там сейчас выступал товарищ, руководитель этого клуба, что хотят его закрывать уже. В общем, территории вокруг Серебряного Миноградского пруда. И вот около Измайловского острова, как раз как внутри там Измайловский остров находится вокруг окружающего то есть Серебряный Миноградский пункт. И вот вокруг территорию могут уже застроить живыми домами. Ну, пока это только в проекте, но уже подступают к этому и потихонечку уже многие места там закрываются. Ну, не многие, но некоторые места закрываются. Между Измайловским проездом и вот как раз метро Партизанской. Ну, и вообще, вот это чертизовский, территория душа чертизовского рынка, которые, скорее всего, будут активно застраивать. Там, кстати, идет не только застройка по реновации, но еще идет и коммерческая застройка. И строится комплекс Измайловский 11. Ну, 11 это по Измайловскому проезду, потому что он числится. И он строится на месте бывшего конькобежного стадиона Спартан, который тоже находился недалеко от бывшего чертизовского. И также и коммерческое жилье строится в жилой комплекс Измайлово. Значит, он строится между Никитинской улицей и Верхней Первомайской улицей на территории бывшей фабрики Прачечной Енот. Там тоже идет строительство, но это уже не по инновации, а по коммерческой. Постокоммерческой. Ну, вот такая пока ситуация. Естественно, что процесс этот дальше будет усиливаться, потому что, видите, там, вовсе, если надо много, около двухсот, то есть, пончику будут сносить строительные новые дома, конечно же, появятся школы, детские сады, поликлиники, всякие там досуговые центры, много функциональных центров, там комплексы, естественно, какие-то нежилые строители, офисные какие-то. Ну, однозначно будут, конечно, какие-то строительные и внутриквартальные проезды между домами. Ну, это понятно. Здесь, естественно, детские спортивные площадки, как обычно, там, да. Ну, а зеленья здесь, не знаю, может, особо и не нужно. В принципе, район весь зеленый, вокруг и лесопарк измайловский, как я говорил, да, и вообще там, в принципе, все дома, в общем, утопают зеленью. В основном, в измайлове, это все, в принципе, хорошо. Ну, а так, конечно, будут создавать какую-то новую инфраструктуру, что, в общем, неизбежно пристроить с новых домов. Ну, в общем, как и в многих других домах, где реновация, которых коснется районов, здесь ждет уплотнение территории, уплотнительная застройка, нагрузка еще больше возрастет. И, конечно, это, к сожалению, очень негативный фактор, негативное явление, но оно, увы, проходит практически по всей Москве. И Москва все больше и больше уплотняется, измайлово здесь не исключение. Оно и так довольно сильно, в общем-то, здесь плотность большая застройки, да. Но сейчас она малоэтажная, относительно, а так она будет, представляете, там трое дома-то будет какие-то 18-этажные, ну, цепи-этажные, может, там и выше построить дома. Ну, как минимум, там, там, 14-15 этажей отлично, ниже-то не строят, так что, ну, можете вот представить себе, что будет возмало, где-то может быть очень неблагоприятная сложится ситуация, атмосфера с проживанием. И сейчас это очень такой, в принципе, благоприятный для жизни район, потому что это зеленый, нет промзон, я уже говорил. Ну, соответственно, если это все пройдет, как ожидается, будет все это, сносится и строятся многоэтажные дома, то можно себе представить, насколько ухудшится качество жизни в этом районе. Ну, по крайней мере, планы такие, а, как сказать, что будет на самом деле, ну, можно увидеть своими глазами, наверное, в каком-то ближайшем или более-менее отдаленном будущем. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...